Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа подробностей. 23 апреля исполняется 125 лет со дня рождения великого русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. И сегодня у нас в гостях Сергей Оселков, дирижер Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Добрый день! Ну вот расскажите, пожалуйста, для вас, как для дирижера, музыканта, что значит личность Сергея Прокофьева? Личность композитора такого масштаба, как Сергей Сергеевич, для любого музыканта является личностью огромного масштаба, потому что он принадлежит к тому музыкальному Олимпу, на котором находятся такие композиторы, как Моцарт, Бетховен, Гайден, Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Стравинский. И еще много-много композиторов, и, безусловно, Сергей Сергеевич там занимает одно из самых видных мест, если так можно выразиться, про этот композиторский коллектив. Непосредственно празднование юбилея Сергея Сергеевича, 125 лет с дня рождения. Кстати, я хочу сказать, что отдаленно, отдаленно, пусть это будет немножко нескромно с моей стороны, но мы, Сергей Сергеевич, земляки, потому что он родился в одном из городов Донецкой области. Это даже не город был, а село Станица. А я родился в городе Макеевка Донецкой области, поэтому отчасти можно нас считать земляками. Празднование этого юбилея, конечно, украшает этот год, прежде всего музыкальный год. Будет масса концертов, будет масса музыкальных и различных других просветительских мероприятий, посвященных этому юбилею. Наша филармония подошла тоже очень серьезно и внимательно к этой дате. Планируется непосредственно в этот день, в день рождения, 23 апреля. Не побоюсь этого слова, большой или даже грандиозный проект. Это три концерта в один день, заставленные с музыки этого композитора. А также масса различных просветительских и просто очень интересных арт-проектов, связанных с этим событием. Вплоть до того, что даже шахматный турнир будет проведен в стенах филармонии, потому что Сергей Сергеевич очень любил играть в шахматы. И между ним и известными музыкантами, такими как Давид Ойстрах, и многими другими были настоящие шахматные баталии. Об этом многие помнят. Об этом написано в литературе. Поэтому будет шахматный турнир. Одно из важных именно просветительских художественных проектов будет открытая репетиция. Я надеюсь, что погода нам позволит, что будет тепло, не будет дождя. И мы всем коллективом выйдем на площадь перед филармонией. Оркестр разместится там. И мы проведем открытую репетицию музыки балета Прокофьева, Ромео и Джульетта. А зрителями, естественно, станут те просто случайные прохожие, которые проходят мимо. Но они могут попробовать себя не только в роли слушателей или зрителей, но и в роли художников. Потому что в это время учащиеся училища имени Вагнера будут во время этой репетиции рисовать свои впечатления об этой музыке. И любой желающий может присоединиться, будет такая возможность, и выразить на холсте, может быть, свои впечатления об этой музыке. Но еще раз повторюсь, если позволит погода, а я надеюсь, что позволит. Расскажите, может быть, вы помните, когда впервые вы услышали его произведение или, может быть, исполнили, какие чувства вас охватили на тот момент? Я на этот вопрос отвечу двумя ответами. Первое. Мое впечатление о музыке Прокофьева не имеет отношения к музыке вообще. Это был 79-й год. Мне было 6 лет. Я еще был совсем маленький. Естественно, речь не шла ни о каких занятиях музыки. Но мои родители, они профессиональные музыканты. Отец, в частности, он дирижер. В то время дирижер Саратовского театра оперы-балет. Он ставил в этом театре балет Прокофьева Ромео и Джульетта. Весь балет. Мы будем играть с Сиитом. Он ставил весь балет. И все знают прекрасно сюжет этой драмы, где в середине происходит столкновение, схватка, бой между Меркуцио и Тибальдом. В балете это натурально дерутся на шпагах. Единственное, что шпаги, они специально, у них спилены наконечники и специально сделаны такие заглушки. Ну, чтобы в случае чего не поранить. Охранятся эти шпаги. У бутафоров за кулисами стоит какая-то коробка. Это настоящие шпаги. Это не бутафорские. Настоящие шпаги. И мне, естественно, как молодому человеку, совсем молодому человеку, очень интересно, я вижу оружие. И, естественно, две шпаги вынул и ушел. А оказывается, это была генеральная репетиция. Генеральная репетиция балета. Надо выходить артистом, а никто не выходит. Что случилось? Нет шпаг. Вот пока меня, ну, меня нашли, правда, достаточно быстро. Вот. Я получил по одному месту, мягкому, за то, что я вынул эти шпаги. Это мое первое столкновение, скажем так, в кавычках, с музыкой Прокофьева. Что касается профессиональной точки соприкосновения первой, ну, это, пожалуй, наверное, опять же, музыка балета. Самый знаменитый балет, его Ромео Джульетта. Будучи еще студентом музыкального училища, я уже работал в симфоническом оркестре в группе ударных инструментов. И мы играли, опять же, сьюиты из этой музыки. Конечно, музыка потрясающая. Пожалуй, она единственная из всех музыкальных произведений, которые написаны на сюжет этой шекспировской граммы. Она наиболее сильная, наиболее ярко передает те все коллизии, которые происходят непосредственно в этом сюжете. Сергей Анатольевич, я, конечно, не профессионал, но мне кажется, что музыка каждого композитора, она несет какую-то определенную эмоциональную нагрузку. Вот, слушая какого-то композитора, нам становится на душе легко, радостно. Слушая другого композитора, мы начинаем задумываться о каких-то серьезных вещах. Вот как бы вы охарактеризовали музыку Прокофьева? Его музыка всеобъемлющая. Он может затрагивать очень тонкие струны человеческой души. Очень тонкие, очень лиричные эмоции вызывать своей музыкой. И в то же время он может воздействовать на человека такой силой драматизма, как, например, в могилке балета Ромео Джульетта. Это знаменитые сцены гибели Тибальда и Ромео у могилы Джульетты, от которых просто мурашки по коже. Поэтому композитор очень разносторонний. В то же время и в некоторых произведениях юмор полный сарказма. Юмор очень легкий, наоборот, ненавязчивый. Да, вот как пушинка какая-то. А есть действительно очень саркастический такой. Настолько многогранный композитор, что вот, пожалуй, одна из его особенностей – это то, что ему удалось в любых эмоциональных состояниях создать музыкальные шедевры. Потому что есть композиторы, которым очень удается, например, драматизм. Уже лирические стороны, скажем так, либо не удаются, а, скорее всего, в большей части они не пишут в этом направлении, потому что знают, что их композиторская мысль вот именно в этом направлении, только в одном серьезном развивается. Сергей Анатольевич, большое спасибо, что Вы нашли время к нам сегодня прийти. Я надеюсь, что мы пробудили интерес у наших зрителей. И те, кто пока еще не сталкивался с произведениями про кофе, вы с удовольствием их послушают. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем Вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.